Добрый день всем. Как слышно меня ставьте плюсики в чате? Слышно, видно? Хорошо? Нехорошо? Отлично. Я рада вас всех приветствовать. Меня зовут Лилия Донскова. Ребята, кто первый раз на моем тренинге? Поставьте единичку. Если кто-то уже был, ставьте пятерочки. Значит, вы молодцы. Сегодня тема нашего семинара, как стать постоянным участником премьер-клуба. Ребята, кто у нас в премьер-клубе, всегда поставьте себе 150. Кто всегда легко в премьер-клубе, ставьте 150. У нас премьер-клуб начинает со 150 баллов. Сейчас посмотрим, кто у нас есть. Я всегда в премьере. В бриллиантовом. Мне 200 нужно делать, потому что я директор. Директорам уже 200. Так, есть такие люди, но не все. Скажите, пожалуйста, а вы бы хотели научиться стать, легко делать, собирать заказы, чтобы быть всегда в премьер-клубе? Кто этого хочет, ставьте восклицательные знаки. И сейчас с вами разберем, кто же такой участник премьер-клуба. Это человек, который разместил заказы суммарные в течение одного каталога на 150 баллов. Сразу выходит на уровень 3%. Получается примерно скидка 150-200 рублей за выход на новый уровень. Плюс скидка увеличивается на 32%. То есть примерно еще вам возвращается на счет 700 рублей от суммы заказа. То есть суммарно получается прибыль ваша увеличится на 900 рублей примерно. Неплохо, правда? Неплохо было бы иметь дополнительную 1000 рублей, потому что они на дороге не валяются. У вас скидка 50% на самый дорогой продукт. Любой продукт, это может быть wellness, это может быть парфюм, аксессуары. Ребят, все, что вам нравится. Из Арифлейм вы любой продукт, даже который не представлен в каталоге, можете взять со скидкой 50%. Далее, для вас действует каталог скидок. Сейчас я его тут приготовила. Так, как-то приготовила, не тайно. Каталог скидок. Как он у нас выглядит? Ну, примерно вот так вот, да? Вот следующий будет с 22-го числа начинаться. В нем продукты, ну, он такой небольшой, всего в нем, сейчас скажу, 8 листочков. И тут продукты с огромными скидками. И есть продукты, которые уже нет в продаже. Ее нет в каталоге. Ее не может заказать никто, абсолютно. Только участник премьер-клуба. Все, супер. То есть, здесь все классно, вообще классное предложение. Я всегда им пользуюсь, потому что очень-очень люблю этот каталог. Помимо того, что там большие скидки, там еще много дефицита, которые я полюбила. И хочу себе выписать. И 150 баллов нам гарантирует получение всех бонусов с команды. И так же по программе Турбо-Роста. Достаточно преимуществ, ребят, чтобы быть в премьер-клубе? Как вы считаете? Или нет? Мне кажется, больше, чем достаточно. Отлично. Отлично. Так. Из чего нужно начать? Чтобы быть в премьер-клубе, нужно написать список своих желаний. И сейчас вы прям берете листочек, ручку и начинаете писать. Кто пользуется шампунем, пишем, что такое получение бонусов с команды. Зарплаты, премии, бонус за работу команды всей. 150 баллов – это наши условия получения зарплаты с команды. Вчера Миша на тренинге вам это все объяснял. Итак, задание. Сейчас вы прям пишете себе табличку. И пишете, например, чем вы пользуетесь. Шампунь. Кто пользует шампунь? Пишет себе шампунь. Цену, за которую вы брали последний раз. Это у меня пример здесь. Может быть, вы в магазине покупали. Или в каталоге Арифлейм. То есть, вы пишете цену шампуня, которую вы брали последний раз. Потом далее. Вторая. Второй столбик. Вы пишете, насколько вам примерно времени хватает этого продукта. Например, шампунь. Расход идет где-то на 3 месяца. У меня, например, шампунь хватает где-то на 1 месяц-1,5 месяца. Мне лично. Если мы с дочкой одним пользуемся, то мы его за месяц полностью весь вымываем. То есть, значит, у нас будет стоять 1 месяц. У кого-то 3, у кого-то 4. Вот у Миши, у него волосы короткие, ему флакончик шампуня хватает примерно на полгода. То есть, не так часто. То есть, вы пишете, какой у вас расход. И потом делите, например, цена шампуня 150 рублей. Хватает на 3 месяца. Значит, в месяц вы на этот продукт расходуете всего 50 рублей. А, он еще нашими любит пользоваться, поэтому ему вообще надолго хватает. Далее. Бальзам для волос. Кто пользуется, пишет. Кто не пользуется, не пишет. То есть, ребята, вам сейчас нужно написать весь список продуктов, которые вы используете дома, в семье, для детей, для мужа. Вот все, с кем вы живете. Это все ваши домочадцы. Вы все пользуетесь продукцией. И вы сейчас пишете все, 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 что у вас есть в ванной, в косметичке. На полочках стоят все косметические средства. И декоративная косметика в том числе. Задание всем понятно? Поставьте плюсики, кто понял, минусы, кто не понял. Да, витамины, коктейли, Миша, обязательно тоже. Но, как показывает практика, не все новички сразу пользуются этими продуктами. Поэтому я про них не сказала. А, конечно же, витамины, коктейли на первом месте. У нас, получается, мы в месяц расходуем три коробочки витаминов. То есть, на три недели. Одна у Леры, одна у меня и одна у Миши. Коктейль обязательно, одна пачка, как минимум, выпивается. Даже, по-моему, больше. Потому что Лера каждый день пьет коктейль перед школой. И иногда днем. А я тоже стараюсь каждый день хотя бы один шейк выпить. Поэтому одна-две пачки прям улетают в лед. Так, пишем задание. У вас на это задание будет три минутки. А я вам пока поставлю видео какое-нибудь веселенькое, чтобы вы пока писали. По вашей задаче будет все разделить по месяцам. Посчитать суммы расходов в месяц, сколько вы тратите. Начинаем. Так, меня слышно? Да, вроде не слышно. Ну что, ребят, успели. Кто справился с заданием, пишем в чате, какая у вас сумма в месяц получилась. У кого уже закончился список? Я помню, когда я первый раз этот список писала, я обалдела. Честно, я даже не подозревала, что так много денег уходит на рыльно-мыльные принадлежности и декоративную косметику. А в результате получилась сумма очень кругленькая. То есть, даже прям казалось, что, боже мой, такое нереально. Почему люди не замечают этих сумм? Как вы думаете? Потому что купили, да, даже не считали деньги. Да, паста нужна, кинули два тюбика, может быть, по акции попалось. Там, мыло надо, кинули три упаковки мыла в корзину, пошли, взяли шампунь сразу, а, возьму три флакончика, пусть. И кажется, что вы мало тратите денег. На самом деле, меньше никак вы не потратите. То есть, полторы тысячи, это как минимум. Это вы сейчас быстро набросали, многое не посчитали. Ваше будет домашнее задание просто, ребят, ради интереса. Возьмите, прям с листочком пройдите всю свою квартиру, ванны, косметичку переберите. Перепишите все-все-все продукты, которыми вы пользуетесь. Ну, так, навскидку, насколько вам это хватает. Потому что здесь уход за лицом, за телом, декоративная косметика, уход за руками. Получится сумма, вау, какая вы просто обалдеете. Вот, это первый шаг. То есть, составить список желаний своих, да, что мне нужно, чем я пользуюсь. Вот, и узнаете, сколько у вас расход в месяц. И потом переведите это на баллы. Потому что 700 рублей, это примерно 20 баллов. Полторы тысячи, это, ну, грубо говоря, где-то 40-50 баллов. Еще столько всего набежит у вас, вы даже не представляете. Поэтому, имейте в виду, что вы с каждого каталога будете что-то себе немножко выписывать. Обязательно, чтобы, во-первых, пополнять запасы. Во-вторых, чтобы, ну, чем-то себя побаловать. Потому что, если женщина пишет, я взяла себе парфюм, и он у меня закончит через 5 месяцев, и я пойду только потом покупать себе парфюм. Ребят, я в это не поверю. Редкая женщина, которая берет парфюм раз в полгода. Скорее всего, взяли парфюм, через пару месяцев хочется что-то новенькое. Да, хочется как-то поменять свой имидж, свой стиль, настроение изменилось. У меня, например, раньше мне нравились цитрусовые парфюмы, а сейчас нравятся более женственные. И так далее. Ого, вот, более похоже на правду, 2800. А с витаминами будет еще круче. Второй шаг. Вам нужно написать список ваших потенциальных клиентов. Ребят, не просто, как это сказать, что я знаю, что у меня там есть тети, дяди, соседи, а нужно всех написать поименно. Прямо вот написать. Тоже можно сделать в виде таблички. Пишем по категориям. Сначала переписываем всех родственников. Прямо всех, 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 всех. Потом всех друзей, коллег, соседей, сфера обслуживания, то есть кому вы ходите стричься, маникюр делать, зубки лечите, то есть врач вашего ребенка, педиатр. Поэтому все. Да, Оль, я так и поняла, что ты забыла, потому что на семью из пяти человек полторы тысячи, это просто даже невозможно в это поверить, потому что там только на баню этот расход уйдет, чтобы всех помыть в течение месяца. Вот, ребят, ваша задача написать сейчас список потенциальных клиентов, которые у вас могут быть. Только давайте с вами сразу так договоримся. У нас с вами нет цели, нет цели всех делать с клиентами, потому что это второй вопрос, это вообще на повестке дня у нас второй вопрос, хотя он важный, создание личного товарооборота. Наша с вами задача написать список, но сначала предложить им бизнес. А вот те люди, которые откажутся войти в нашу команду, они и будут вашими клиентами. Но сначала мы начинаем с большого, с бизнеса, с возможностей. Да, если человек говорит, нет, мне возможности эти не нужны, я не смогу, это не мое, я не хочу. Мы ему предлагаем дополнительный доход в виде каталога, демонстрации каталога. И третье, самое маленькое, это экономия для себя. То есть три вот этих возможностей, но начинаем с самых больших. Чтобы человек сначала, вау, как круто, все хорошо, чтобы ему сразу и продукция понравилась, и все. Но если он в бизнес не пойдет, то мы его делаем просто клиентами. Договорились? Так, пишем списки знакомых. Ребят, прямо сейчас вот начнем писать, у вас будет одна минута. Кто больше напишет за минуту список своих самых близких людей, которые перечислены на слайде. Запишите себе все категории, и прямо в течение минутки пишем все подряд. Всех подряд. Но пока вы пишите, я вам тоже какую-нибудь видюшку поставлю. Так, меня слышно? Должно быть слышно. Ну что, кто справился с заданием? У кого сколько людей получилось написать список знакомых? Так, за минуту 18, представляешь, за 2 минуты будет 36, еще за 2 минуты будет уже 72, и так далее, и так далее. То есть вопрос оказывается самый простой. Нужно просто сесть, взять тетрадку и начать делать. Итак, домашнее задание у нас. Значит, написать список своих продуктов и рассчитать, сколько расход в месяц, точную цифру, потом в чате напишите. Ребят, после тренинга сделала расчет своих расходов, оказывается, я трачу в месяц 3 тысячи рублей на всякие вот эти штучки. Следующее задание – написать список знакомых, всех их расписать по категориям, но уже с данными, не только фамилия, имя. У кого еще сколько получилось-то? Ну-ка, хвалитесь. Юля 18, остальные не писали, что ли? Ну-ка, быстренько все пишем. Так, и пишем быстро план действий, да, дальше. Работа со знакомыми. Ну сколько, мало-то. Ребят, нам нужно подготовиться с вами, какие нам материалы понадобятся для того, чтобы стать премьеровцем. Нам нужны каталоги, анкеты, набор пробников и своя продукция. То есть, когда мы говорим, сделайте первый заказ пробный, это для того, чтобы он вам помог в дальнейшем расширить клиентскую базу. И будем сейчас все по пунктам разбирать. Как увеличить свой заказ с помощью тестеров? Это такие маленькие сотрудники нашего бизнеса. Вот у меня еще такая косметичка, как видите, да, такая красивая, то есть такая сумочка. Но здесь у меня сейчас лежат только парфюмы. Полная коробочка, видно вам таких вот файликов с парфюмами. Вот такая косметичка приходит, и очень много, почти все-все-все-все-все-все пробнички помад. Вот такие вот маленькие тестеры приходят на помады и на парфюмы. То есть будет полная косметичка. Она очень красивая, с ручками. Сейчас приходит такая сумочка, примерно в два раза больше, чем та, которую я вам показала. Вот, как вы думаете, нужны ли нам тестеры? Кто считает, что нужны, ставьте пятерочки. Кто считает, что не нужны, ставьте минусы. А я вам буду рассказывать, для чего они, да, стоит ли их заказывать или нет. Потому что все-таки они дорогие, денег стоят, не просто так. Давайте с вами поработаем. Скажите мне, пожалуйста, Ребят, как вы совершаете обычно покупки парфюма, помады? Вы просто видите красивую коробочку и берете? Или вам нужно парфюм этот все-таки подегустировать? Попробовать его? Конечно, ни одна девушка не купит парфюм просто так вот, чтобы понравилась коробочка. Обязательно сначала его нужно подегустировать. То же самое с помадой. Потому что помада на ком-то очень красиво смотрится, а кому-то вообще такая запрещена. Да? Вроде бы цвет красивый, все хорошо, но все просят понюхать. А как пахнет? Ребят, у нас самый дорогой товар в каталоге, это парфюм. Соответственно, да, здесь и пробников парфюма больше всего. Что нам дают пробники? Они позволяют нам включить все органы восприятия человека. Это нюх, да, глазки. То есть мы видим, мы можем человеку показать каталог, как этот продукт будет выглядеть в каталоге. Берем каталог и показываем, как это будет все выглядеть в каталоге. Следующее, мы на слух, да, мы рассказываем, как звучит этот аромат или какую-то историю применения продукции. То есть мы включаем слух, мы включаем вкус. Вкус мы, да, мы рассказываем, что там в состав входит груша или клубника, или цитрусовый, или цветок жасмина. То есть мы включаем историю, что человек начинает представлять. И если мы скажем, например, такое слово, как лимон, то человек сразу начинает сводить во рту, да, все вот это аж слюни начинает течь, аж сводит все. Ох, аж судорога. Вот, то же самое здесь. То есть чем мы больше историй расскажем, тем больше мы включим человека. И самое главное, что мы даем возможность человеку потрогать. То есть мы даем ему пробник в руки, мы даем ему его возможность, да, потрогать на руку, нанести цвет, посмотреть, или на губы. Ребят, если даете на губы, потом стирайте об бумагу, или об салфетку верхний слой пробника, чтобы не было такого повторения, чтобы люди одним и тем же пользовались. Так, это записали себе? То есть мы должны включить максимально все рецепторы человека, чтобы он включился в игру, включился в процесс этот зажигательный. И далее мы что делаем? Сразу записывайте себе код набора. 96.006. Стоимость для новичка 449 рублей всего. А для всех остальных 565. По-моему, даже подороже. А, нет, 565. То есть его можно включить в основной заказ. Для новичка действует скидка только в течение 21 дня с момента регистрации. Имейте в виду, вот прям подчеркну вам, что уже на 22 день цена будет дороже, больше, чем на 100 рублей. Поэтому включайтесь сразу. Что входит в состав? Помады, парфюмы, крема и еще такие бумажечки для тестирования парфюма. По-моему, у меня где-то тут он лежит. Нет, в сумочке лежит. Вот, дальше. Что у нас еще здесь? Как разобраться в тестерах? Обычно все путаются. С духами еще как-то можно разобраться, а с помадами вообще очень тяжело. На самом деле все очень просто. Нам нужен каталог, нам нужен прайс-лист к этому каталогу. Можно даже не к этому, такой прайс. Все видели? Вот такую вот бумажечку с ценами. И в самом конце у нас есть такая графа. Тестеры. Надеюсь, вам видно. То есть, здесь наверху написано тестеры. Как разобраться? Вот берете, например, пробник, помада. Золотая юбочка. Видите, желтенькая. Золотистая. Это значит помада серии Giordani. То есть, мы еще их по юбочкам узнаем. Значит, в каталоге будет точно такая же юбочка у помады. То есть, золотистая. Так, вам понадобится каталог прайс-лист. И вот цвет юбочки всегда соответствует упаковке. То есть, если юбочка серебристая, значит, помада энергоблеск. Она тоже будет в серебристой упаковке. Вот такая вот серебристая. Это значит энергоблеск. Вообще, очень просто и понятно. Далее. У нас на донышке помады две-три последние цифры пробника указаны. То есть, на каких-то три, на каких-то две. Но в основном сейчас вот тут у всех три. Это все видели, ребят? У кого пробнички есть, похвалитесь, поставьте в чате восклицательные знаки. То есть, да, берем вот эту юбочку, оценили, да, берем номер пробника. И берем по прайсу, смотрим. Тут две графы. В первой графе у нас идут оригиналы. Надо было этот разложить, этот скриншот вам сделать с прайсом, не догадалась. То есть, первая графа идет код пробника, вторая код продукта. И мы берем, вот ищем пробники. Мы можем, если определить, что это Giordani, находим помаду икону стиля GG, да, Giordani. И смотрим, что помада у нас 753, да, на донышке. Значит, код помады будет рядышком 304, 46. Все, очень просто. И мы понимаем, что это кремовый беж. Сравниваем, да, такая ли у нас помадка примерно, да, точно кремовый беж. И ее, значит, правильно мы определили. То есть, еще по цвету пробника можно еще выяснить, что это за помады. Ребят, все поняли, как работать с пробниками? Тут нужно просто сесть, поковыряться, разобраться в этом. Так ничего сложного нет. Да, очень интересно. Что нужно делать? Разложить отдельно мужские парфюмы отдельно, женские отдельно. С собой берите в основном только те, которые представлены в каталоге. Или их отложите со скидками. Потому что если люди будут нюхать все-все-все, зароются, выберут какой-то парфюм, который без скидки, и скажут вам, ой, давай вот как будет на него скидка, я возьму. Ну и все, и это потеряется. Поэтому я беру всегда только то, что со скидкой. Поэтому все откладываем, отобрали женские и мужские со скидкой, берем их с собой. Далее спрашиваем человека, какие ароматы ему нравятся. Свежие, цветочные, вечерние, чтобы были, или восточные направленности. То есть выбираем ароматы, вы их сначала дома сами понюхайте. Я помню, когда я пробники купила, я прям наслаждалась каждый день. Наносила на одну руку один парфюм, на другой другой. И ходила так, ой, ну какой же больше нравится. Не, вот этот нравится. То есть они раскрывались, и я уже знала, что, например, этот аромат более легкий, этот тяжелый, этот цветочный, этот цитрус, и уже начинаешь в них ориентироваться. За один раз мы даем человеку понюхать 2-3 ароматы. Наносим желательно на пульсовые точки. То есть вот сюда, или на локтевой изгиб, где-нибудь вот в этом месте. То есть где вот горячие места, аромат быстрее всего раскрывается. И он быстрее передает вот именно то, каким он будет звучать от человека. Это понятно, ребятки, девчатки, мальчишки, поставьте плюсики. Как быстро вам окупится набор? Вот специально сделала расчет. У нас сейчас в каталоге идет классный парфюм мужской, Манфул. Он стоит 899 рублей. Мы берем минус 20%. 719 рублей мы отдаем компании. 180 рублей наша чистая прибыль. Чтобы окупить набор, мы делим сумму, цену набора 449 рублей на 180. Получается, нам нужно продать 2,5 туалетные водички. В праздничные дни, ребят, уже заказывают обычно 2 парфюма. Для себя и для него. Или для себя и для нее. То есть там уже один клиент вам сразу делает заказ на 2 парфюма. И вам он окупится. Я специально взяла не самый дорогой парфюм, потому что у нас есть и подороже, за тысячу с лишним. С такого парфюма вам с одного окупится сразу весь набор. То есть он вам пойдет в рабочие инструменты, вложения в бизнес. Я считаю, что это очень хорошее вложение, потому что всегда хочется, чтобы были парфюмы рядышком, пробнички. Потому что без них дело идет плохо. Опять же, это игра. Можно закрутить с человеком разговор. На основании этих пробников, даже если он ничего не хочет, то мы с ним можем просто так пообщаться классно. Сказать, да, ладно, ничего не хочешь, не надо. Давай с тобой подегустируем парфюмы, помады подегустируем. Просто будешь знать качество, будешь знать, что тебе нравится, что в следующий раз, что будешь себе выписывать. Так, на этом этапе, ребят, все понятно сейчас? Следующий шаг у нас – это тестирование продукции и заполнение анкеты. Смотрите, что значит тестирование продукции. Вот купили себе тушь, например, да, обязательно возьмите ее с собой. Меня всегда удивляет, когда люди ходят на, как говорится, на работу, я бы так сказала, то есть общение с клиентами – это работа. А в косметичке лежит разная продукция. И там Эйвен может быть, Мэри Кэй, Фаберлик, и вообще какая-то левотня из Рубль Бума. Вот, ребят, косметички все нужно почистить, потому что вы представляете компанию Арифлейм. То есть вы лицо компании, соответствовать нужно. Просто нужно соответствовать. Поэтому все выкидывайте или оставляйте дома. Лучше вы возьмете с собой один продукт, но чтобы он был фирменный. Все поняли, для чего это нужно? Значит, когда человек скажет, а ты сам-то пользуешься? Вы ему скажете, конечно, откройте косметичку, начнете искать что-то из продукции Арифлейм. Человек так посмотрит и скажет, да уж, вот это круто. Ты хочешь, чтобы я у тебя заказывал, а сам, значит, даже не пользуешься. Поэтому ни в коем случае поставьте пятерочки, кто услышал, кто понял. И максимально нужно взять с собой все, что можно унести. Я с собой даже ношу вот этот лосьон. Видите, у меня уже его сколько? Половина нету. Потому что, во-первых, сама активно пользуется. Во-вторых, я мажу вообще всех подряд. Он, конечно, тяжеленький, но я таскаю в сумочке, потому что просто балдею от него. Даже вам не могу передать, насколько нравится. Но его нужно попробовать, чтобы оценить. Вот этот аромат, вот эту текстуру, послевкусие, которое он оставляет, ощущение на коже, вот эта гладкость. Я такого просто лосьона никогда в жизни не пробовала. Поэтому беру с собой, у меня на него есть заказы. Немного, потому что дорогой продукт, но люди испытывают восторг. И, по крайней мере, у них есть желание дальше общаться, смотреть каталог и выписывать себе что-то другое. Вот. Как мы делаем тестирование? Ребят, все это должно происходить очень динамично, легко, со вкусом. Как будто вы с подружками, как вы общаетесь обычно, так и делаете. Я сейчас очень здорово продвигаю вот эту тему. Это основа под макияж и тональная основа. И я прям человеку показываю эффект, разницу. Если есть возможность сделать на человеке, то есть, вот у меня подружка приезжала ко мне домой. Я говорю, давай сделаем эксперимент. Ты увидишь вот на себе, как это работает. А у нее такие поры огромные. Ну, кожа такая, склонная к жирности, достаточно рыхленькая. Вот. Мы с ней умылись. Я ей дала попробовать на Вэйдж серию. Ей очень понравилось. Она прям загорелась. Говорит, ой, как круто, как пахнет, какие ощущения прикольные. И потом я ей на одну половинку лица нанесла только основу. Только одну основу. Мы с ней поболтали минутку, пару, может быть, минут прошло. Я говорю, смотри в зеркало. Знаете, какой эффект она дает? Поры все стянулись. И кожа такая стала матовая, матовая, такая гладенькая. В принципе, даже можно сверху тон не накладывать. Вот эта основа, он, знаете, такой кремик просто беленький. Сейчас я вам покажу. Надеюсь, вы увидите. Просто, нет, вам, наверное, не видно. Куда бы мне уйти. Просто беленькая, беленькая. Как крем наносишь, он вообще исчезает. То есть его вот так вот по лицу я прям пальчиками распределяю везде, по всей коже. Ему надо чуть-чуть время впитаться. Так, меня слышно, видно? Все, запись я продолжила. Так, на какой странице? Это серия у нас Very.me. Открываем Very.me. Ну, его вот в этом каталоге он не представлен. То есть это вот из этой коллекции. Он был в прошлом каталоге со скидкой. В этом он просто не представлен. Я вам могу код сказать. Код продукта 26545. Вот такой вот маленький тюбик. 30 мл. Представляете? Такая прелесть. Малюсенький, легенький. Я прям его обожаю. Все, мы нанесли. Сделали с Леной макияж. То есть одну половинку. Вторую я трогать не стала. Сделали с ней на этой половине тональную основу. На этой. Разница вообще просто. Даже в нанесении тона разница очень заметна. Я даже сама сейчас каждый день стала пользоваться этой основой. После тренинга Ольги Гордиаса, как она рассказала, как они работают, эти прелестные продукты. Я стала пользоваться каждый день. И я вижу, как у меня шикарно стал лежать макияж. То есть вообще вот эта матовость кожи. Мне так нравится. А самое главное, как тон потом наносится. Он просто идеально. Вы знаете, как по маслу. То есть мы даем людям все попробовать. Если вы себе купили лаки. Ребята, смотрите, я делаю мастер-класс. Беру три лака. Видите, один у меня на ногтях. Я говорю, давай сделаем эксперимент. На одной руке мы делаем с основой. То есть сначала основу. Потом лак наносим. Потом закрепитель. Кстати, вот тут надо интервал выдержать. Основу нанесли. Она должна высохнуть. Минут 10 ей дать подсохнуть. Потом только мы лак наносим. Даем ему подсохнуть. И сверху закрепителем. На другой руке мы просто делали лаком. Просто один лак. Я говорю, дома посмотришь, как работают средства. На посуду помоешь, будешь умываться. Посмотришь, на какой руке они начнут облупляться быстрее, на какой будут держаться дольше. Какой тебе эффект больше понравится? Просто эксперимент. Покупать ничего не нужно. Вы знаете, что после таких экспериментов происходит? Как вы думаете? Давайте все быстренько включаемся. После таких экспериментов, конечно же, заказы. Естественно. Что я еще показываю? Моя любимая штука – это корректор для бровей. Он есть сейчас в этом каталоге. Ребята, просто это не средство, это бомба. Он тут с потайным отсеком внизу, в донышке у него кисточки. Здесь три средства. Два тени, один воск. Брови делает вообще просто идеально. Вот даже у меня, посмотрите, это сделано вот этим средством. У меня есть маленький ролик, как я крашу брови как раз этим корректором. Я только один раз у меня не заказали его после того, как попробовали. Один раз. Я его даю пробовать всем. То есть я смотрю на девушку, вижу, что у нее с бровями немножко, да, можно поработать. Нужно поработать. Я говорю, а можно я тебе покажу, как работает вот эта штучка? Просто покажу. Да, покажи. Ну, всем же интересно, девчонки все любопытные, женщины. Я беру, сама крашу одну бровь, закрепляю воском и даю зеркало. И все, кто рядом, люди говорят, вот это эффект, вот это брови, вот это класс. То есть одна минута, и у вас шикарные брови просто. А брови, они как рама для картины, они оформляют лицо. Поэтому у меня вот эта штука всегда с собой в косметичке, даю всем попробовать. И у меня на нее всегда очень много заказов. В одном каталоге было 7 заказов на эту штучку. А посчитайте, сколько она стоит. Примерно. Сейчас я найду. Сейчас она со скидкой, по-моему, 359, что ли, рублей. 359 рублей. Вот эта штука дает нам 8 баллов. 7ю 8, если мне не изменяет память, 48, что ли. 48 баллов. Да? Больше даже. С математикой у меня что-то случилось. Представьте, 56 баллов. Вот, точно. 56 баллов сразу. Просто за то, что люди попробовали, они говорят, обалдеть, круто. Вот, что я им еще приготовила? Парфюмы. Парфюмы желательно давать из оригинала. Я всегда, когда вот в каталоге выходит какая-то новая бомбовая новинка, я выписываю пробники сразу. То есть мы можем из прайс-листа заранее выписать тестеры на следующий каталог уже. Они у нас новинки, всегда на второй страничке, ярким выделены, синим. То есть вот со следующего каталога мы можем уже выписать парфюмерную воду VIP-only. И уже ее давать пробовать. Код водички 31999. Стоимость всего 10 рублей всего. Ну, конечно же, лучше всего иметь оригинал. И если мне самой водичка понравилась, я ее обязательно выписываю и даю пробовать из оригинала. Заказы увеличиваются где-то в 3 раза. Примерно. То есть если бы из пробника заказали один, то с оригиналом заказывают 3-4 штуки сразу. Поэтому быстро окупается водичка. Вот, это вам маленькая фишка. Ребят, следующий момент. Смотрите. После того, как вы пообщались с клиентом, неважно, это ваша тетя, сестра, подружка, вы заполняете на нее карточку клиента. Такую карточку вы можете распечатать сами, набрать в интернете анкета клиента, да, карточка клиента Арифлейм. Или напечатать самому просто на листиках, сделать такие анкетки хорошенькие. Можно картинку вставить, можно без картинки, как угодно. Для вас самое главное собрать материалы. О чем в этой анкете у нас с вами информация. Сначала все контакты человека. Далее. Что он больше всего любит. То есть, кстати, здесь нет даты рождения. Дата рождения нужна обязательно. Дату поставьте, чтобы вы могли клиента поздравлять. Далее. Он, пусть галочка отметит, что он больше всего любит. Чтобы вы, когда вышли, например, новый парфюм, если у человека тут будет стоять галочка, вы сразу звоните, говорите, Маша, вышел новый парфюм, давай быстрее встречаться. Я выписала тестеры для тебя, чтобы ты оценила новый гламурный аромат. И бежите быстрее к Маше встречаться. То есть, это забота, это внимание, и это, конечно же, деньги наши. Даже если вы Маше отдаете со скидкой всю продукцию, если ваша родственница или близкая подруга, то в любом случае для вас это будут баллы. Далее. Вы заполняете вот эту галочкой, хочет ли она получать бесплатный каталог. Ну, естественно, кто же не хочет бесплатный каталог. Что вы хотите заказать из косметики. Вот эту строчку надо побольше сделать, только продлите ее на полстраницы, чтобы список туда написать. И мастер-классы. То есть, если вы сами освоили технику мастер-классов, хотя бы какие-то дегустации делать, то вы можете человеку делать мастер-класс по макияжу, по уходу за лицом, по уходу за руками, за телом, парфюм, декоративная косметика. То есть, мастер-класс это не обязательно делать визаж человеку. Это может быть просто дегустация. Те же брови попробовать, карандаш, новинки, то, что вышло новенькое. Далее, обязательно берем рекомендации. То есть, мы говорим, Маша, мне нужна твоя помощь. Напиши, пожалуйста, список людей, которые так же, как и ты, любят за собой ухаживать. И просите с нее один, два, три, четыре, пять контактов. Десять контактов. То есть, сколько удаст Маша? Для чего нам нужны контакты? Чтобы позвонить вот этим людям, например, здравствуйте, Мария, я от Катя, меня зовут Такта Такта. Она, да, мне вас рекомендовала как человека, который очень любит ухаживать за собой. А я работаю в индустрии красоты. Да, когда с вами можно увидеться, чтобы продемонстрировать вам ноу-хау, которые сейчас, да, вот, сразили мир на повал. То есть, ну, просто подбираете какие-то слова, чтобы для встречи, или вы прям так и говорите. Я представитель компании Арифлейм. Катя мне собрала, ой, Катя мне сказала, что вы любите ухаживать за собой. Куда вам можно подвезти бесплатный каталог Арифлейм? Все. Ага, собрала заказ за два дня на 141 балл. Аню, там можно я тебе микрофон дам? Расскажи, как ты это делаешь. А, ты, наверное, с телефона, что ли, сидишь? Наверное, я тебе не дам микрофон. Тогда пиши в чате. То есть, мы всегда берем рекомендации. Потому что вот довольный клиент, да, человек довольный, с которым вы поработали, да, рассказали ему, какую продукцию. Вы с ним помазались, понюхались, поболтали, чай попили. И потом вы говорите, слушай, а ты можешь мне порекомендовать кого-нибудь таких же вот людей, как ты, которые любят ухаживать за собой, такие же позитивные, классные. Он говорит, да, конечно, давай, я тебе напишу сейчас 150 человек. Вот. И потом по рекомендациям очень легко обращаться к человеку, когда вы не просто ему звоните, здравствуйте, я там такая-то, такая-то. А вы говорите, здравствуйте, я от Катя Петровой. Или здравствуйте, я от Ани Вертей. У вас есть минутка? Отлично. Да, Аня мне сказала, что вы любите ухаживать за собой. Вы очень очаровательная девушка. А я работаю в индустрии красоты с компанией Арифлейм. Куда вам привезти можно каталог, новый каталог для просмотра. И тестеры, да, можно спокойно пообщаться, договориться, встретиться с человеком. Могу дать микрофон? Давай, попробуем. Везде разрешить нажимаешь? У меня видно и слышно, да? Отлично. Всем привет, меня зовут Анафин Вертей. Анафин Вертей, я буквально вот прям вчера уехала к своей сестре на день рождения. Перед тем, как уезжать, я внесла своим постоянным клиентам каталоги. И сегодня вот у одной девушки забрала каталог. Плюс я еще взяла один каталог с собой и показала своим родным и людям, которые были на дне рождения, каталог. У меня сделали несколько человек заказы. Я сегодня вот на очки лишним тысячи уже скинула заказ. Просто из всего заказа я себе заказала только одни серьги. И все. То есть остальной заказ это мне сделали другие люди. Вот. Так что все в ваших руках. Вы тоже это можете сделать без проблем вообще. Особенно сейчас у нас такие скидки колоссальные. Можете предложить там просто лак или помаду и заказать там вместе с двумя другими клиентами, скопироваться, я не знаю, как-нибудь. Потому что сейчас у нас, если покупаете там два лака, то идут со скидкой. Просто вообще суперской. Вот. Так что всем напоминайте про наши акции, скидки и всякие новости, то, что скоро Новый год. У нас осталось еще вот два каталога до конца этого года. Всем нужно делать подарочки. Так что вперед. Все, спасибо, Лилечка. А, меня слышно? Анютка, молодец. Вообще, да, это на самом деле очень легко и весело все происходит. Слышно, да, спасибо. Главное, да, вот быть включенным. Да, мне надо. У меня стоит задача сделать 150 баллов. Поэтому вопросов не возникает. Можно работать и с незнакомыми людьми по этому же принципу. Просто отдавать каталоги на несколько там дней, один-два дня, не более того. Потом собирать. Конечно же, не все люди заказывают. Но с каждым днем все больше и больше. Я отвисла? Или нет? Зависла. Так, я к вам вернулась от Виши. Не знаю, на каком месте вы меня перестали слышать. Прикольно. Спасибо, Анютке, за все, что сказала. Ребята, поэтому всегда берите рекомендации и заполняйте анкетки. Они могут быть разные. Есть анкетки wellness. Такие вот, да, чтобы человека вы собираете анкетку сначала, а потом вы ему говорите. Да, судя по твоей анкете, тебе точно нужен wellness. Что значит минус? Не слышно или не видно? Напишите, все слышно, видно. Хорошо. Так, далее. Маленькая рекомендация. Знаете, как говорят, финансовые отношения, как обычно спрашивают, а брать ли деньги вперед или не брать. Ребята, вот это вот очень важный вопрос, когда вы уже договорились с человеком, что вы ему выписываете, например, парфюм или крем, или тушь для ресничек. Вы его спрашиваете. То есть, если это ваш знакомый, то вы ему говорите, тебе как удобнее сразу оплатить, или когда я тебе принесу. Или вы говорите, слушай, мне нужна предоплата 50%, чтобы я могла выкупить твой заказ. Минимум мне надо внести 50%. Ну, то есть, чтобы уже как-то вот субчеловек рассчитывал, что нужно деньги отдать. Если это люди незнакомые, я никогда не беру предоплату. Никогда. Даже об этом не заикаюсь. Хотя вот у меня случай был недавно. Совершенно незнакомая женщина. Я ей дала первый раз каталог. Она посмотрела. Делает огромный заказ, больше, чем на полторы тысячи. Я пришла, она мне листочек дает все. И она достает кошелек, отдать мне деньги. Она говорит, я все посчитала, правильно? Проверьте там. Я говорю, да, все правильно. Она говорит, ну вот, давайте я вам сразу отдам. Я говорю, давайте не надо сразу. Отдадите потом. Я вам принесу заказ. Отдам его, вы все посмотрите, и вы мне отдадите деньги. Она говорит, ой, ну можно и так, как вам удобно. То есть, я настолько была удивлена, что незнакомый человек может отдать деньги вперед. Вот, я, честно, была шокирована. Мне кажется, такого уже доверия в нашем мире практически не бывает. Вот, поэтому, ребят, никогда, ни за что мы не отдаем людям продукцию без оплаты. Договорились? То есть, если вы отдадите парфюм, а вам там женщина скажет или мужчина, ой, давай я тебе завтра отдам деньги. Вы приходите, он говорит, слушай, не дали зарплату, давай послезавтра. И вы ходите и ходите, ходите и ходите. А, извините, да, уже как бы время идет, вам тоже нужны деньги. И человек себя чувствует уже таким, блин, жалко прям отдавать, ну что, уже пользуюсь там. И вам тоже некомфортно, то, что даже если это особенно, когда это со знакомым, то, что, блин, я ему отдала продукцию, а денег-то нету. И каждый раз ходить напоминать, как банный лист, да, приставать тоже некомфортно. Поэтому я в исключительных случаях отдаю продукцию вперед. Только очень проверенным людям, с кем у нас сложились отношения. Вот, или мы так и договариваем, что там под зарплату или под аванс. Это уже тоже, ребят, на ваше усмотрение. Ну, просто так отдать продукцию, уйти ни в коем случае. То есть, вы говорите, окей, вот ваш мешочек, скажите, когда принести. Я вам принесу. Чего? А что, не оставите? Нет, не оставлю. Нет, я принесу вам, когда у вас будут денежки. Потому что, да, если мало ли что-то случится, вы всегда можете продукцию вернуть на фирму. Или продать ее другому человеку. Или самому использовать, в крайнем случае. Но, когда вы просто ее отдадите без денег, это будет, конечно же, очень такой негативный опыт. Да, три дня ходить, это еще ничего. Вот, поэтому нам такой опыт не нужен. Я вам рекомендую изучить искусство продаж. Я вам сейчас пришлю ролик в чате, как создать отношения с клиентами. Более так подробно, детально, я сегодня так не разбирала. Это можно все изучать самостоятельно. Ребят, очень много видео обучающих, как стать искусственным продавцом, набрать себе огромное количество благодарных клиентов, которые будут у вас заказывать, ну, хотя бы, может быть, не каждый каталог, но через каталог, потому что люди не всегда каждый каталог заказывают. Ну, часто бывает, да, некоторые люди делают перерыв, но я им все равно всегда приношу посмотреть каталоги просто так. Я говорю, вы смотрите, это же бесплатно. Вы моя клиентка, я вас люблю, ценю. Я говорю, ничего страшного, что вы не заказываете. Вот, как закончится что-то, вы знаете за то, где это взять, где это выписать. Ребят, ваши вопросы, какие есть, пишите в чате, да, что вам сегодня было полезно. Пишите обратную связь, что вам понравилось, и что захотелось прямо уже сегодня применять, начать применять. Жизнь прекрасна и удивительна, но без денег она просто утомительна. Это надо зарабатывать быстро, раскручивать свой интернет-магазин и каталог раскручивать, потому что если не вы покажете людям каталоги, значит, им покажет кто-то другой и заработать на этом деньги. А вы будете только думать, как же попасть в премьер-клуб. Вот у нас, сейчас скажу, кто активно. У нас Светлана Лукьянова, сейчас ее нет в чате. Шикарно просто умеет преподносить продукцию. Вот, классный вопрос. Хочу wellness, но дорого. Я тоже так сначала подумала, я его долгое время не выписывала. Вот, смотри, что для тебя подходит. Если wellness дорого, то мы используем вот эту строку. Потому что если витамины, например, ты что, хочешь витамины? Я считаю, что витамины обязательно нужно пить всем. Витамины стоят 1632 рубля. Да, ты пройдешь первый шаг и получишь коктейль. Давай посмотрим. Коктейль у нас стоит 2090 рублей со скидкой 1672, а с 50% скидкой всего 836 рублей. Представляешь? 836 – это уже нормальная цена, доступная? Я всегда вот со скидкой беру себе именно скидка. Смотрите, когда ты входишь в премьер-клуб, то сначала ты получаешь 20% скидку сразу, а остальные денежки тебе зачисляют на счет, и ты их получаешь в следующем каталоге. То есть ты, делая заказ, видишь, как использованная скидка, и там будет сумма стоять. Хочу, хочу, но ты пройдешь первый шаг уже, может быть, даже уже прошла, я не видела, и в следующем каталоге уже возьмешь себе коктейль со скидкой 50%. Это будет вообще круто. Леночка, у тебя есть скидка 50%, на что ты ее потратишь? То есть, ребят, все, кто прошел первый шаг, у вас у всех есть скидка 50%, выберите обязательно что-то дорогое. Помните, что скидка у нас распространяется, то есть она на все продукты. Учитывайте, что, например, если вы смотрите, что в каталоге есть какой-то продукт с огромной скидкой, ну, давайте пример приведем, ну, например, вот эти духи, то есть со скидкой 449 рублей. Ребят, не думайте, что вам будет 50% отсюда начисляться. Нет, Лен, из премьера нельзя, только из каталога. Из брошюрок нельзя ничего. То есть вы берете вот не эту цену, а цену без скидки, черненькую, вот эту цену, она у нас 860 рублей, и вот от цены без скидки нам отчисляют 50%. То есть если вот здесь, посчитайте, 860 минус 20% и делим на пополам, тогда вы получите вот эту вот желаемую цену за парфюм. 860 минус 20% и потом делим на 2. И вот сколько у вас получится, столько вы и заплатите. То есть иногда бывает, что взять со скидкой по спеццене намного дешевле, чем использовать свою 50% скидку. Да, Миша рассказывал в семинаре, но Миша не все смотрят и пересматривают, поэтому лучше еще раз повторить. Поэтому выбирайте продукты, которые без скидок, дорогие, wellness, и балуйте себя по полной программе. Вопросов больше нету? Да, скидка сгорает. Поэтому надо использовать обязательно в текущем каталоге. и она действует на протяжении только одного следующего каталога. Денежки не пропадут, если вы заказ не сделаете. Денежки будут лежать на счету, пока вы не разместите заказ. А скидка точно пропадет. Всем вам спасибо огромное. Я вам всем желаю быть в премьер-клубе, быть успешными бизнес-леди, бизнесменами. И помните, что расширяя свой товарооборот, вы увеличиваете и товарооборот всей вашей команды. До новых встреч! Пока-пока!